Дубай Аутентичная еминская архитектура, фестиваль Сити Молл, фееричное шоу и многое другое. Более подробно далее в этом видео. Фестиваль Сити Многоцелевой район. Он рассчитан быть удобным для ведения бизнеса и оставаться все же спальным. Быть развлекательным и в то же время педагогичным. Поэтому и называется Фестиваль Сити. Фестиваль Сити Многоцелева Но ее застройка не должна занять много времени. Планируется, что жилые кварталы на этом месте будут состоять из вилл и малоэтажных домов. Первое, чем выделяется район из большинства, это наличием большого количества автосалонов, расположенных рядом друг с другом на границе с Дейрой. Здесь вы можете приобрести как новый, так и подержанный автомобиль. Представлены марки Тойота, Лексус, Крайслер, Додж, Джип, Вольво, Хонда и малоизвестный для нас американский Рам. Рядом с автосалонами находится Марса Плаза. Это фешенебельное жилое здание с видом на залив. В нем аренда апартаментов с обслуживанием составляет более 50 тысяч долларов в год. Также в районе существует жилой комплекс Аль-Бадия, который известен своей уникальной йеменской архитектурой. Она сильно выделяется, создает аутентичную атмосферу и привлекает внимание многих людей, тем самым создавая большой спрос на аренду. Квартиры студии в малоэтажных домах очень просторные – до 60 квадратных метров. Аренда за такой простор обойдется в 16,5 тысяч долларов в год, а за однокомнатную квартиру надо отдать 23 тысячи. В этом комплексе также есть таунхаусы. Что такое таунхаус? Для самого простого объяснения представьте себе четыре частных дома, стоящих бок о бок. Если их как гармошку соединить в один, то получится таунхаус на четыре хозяина. Здесь секции двух- и трехэтажные и имеют от четырех до восьми комнат, а также свой дворик и гараж. Стоимость аренды квартиры в таунхаусе от 55 тысяч долларов в год, со средней площадью 350 квадратных метров. Популярность недвижимости в районе обеспечивается наличием двух школ – универсальной американской и международной британской Дейра. Поэтому недвижимость здесь чаще арендуется семьями с детьми. Обе школы аккредитованы Советом Международных Школ. Дейра аккредитованы еще и Международной Организацией Бакалавриата. Так как в большинстве районов Дубая школы отсутствуют, детям приходится проводить много времени в транспорте, чтобы попасть на учебу. В этом плане фестиваль Сити имеет огромные преимущества. В этих школах учатся 3000 детей 80 национальностей. В центре фестиваль Сити находится гольф-клуб на 18 лунок. Он был открыт уже в 2005 году. А в 2009-м получил свою первую награду – ведущий гольф-клуб Ближнего Востока. На данный момент он находится в частном владении, но своим присутствием он создает безмятежность в районе. Благодаря наличию большого количества водоемов он ощущается как оазис в пустыне. Сама атмосфера располагает для прогулок с маленькими детьми. Дополняют район два больших торговых центра – Икея и Эйс. Икея популярна по всему миру как салон недорогой, но качественной мебели. В то время как магазин Эйс ориентирован на все для дома и дачи. Аналог Леруа Мерлен. Ассортимент огромен. Здесь продаются даже березовые дрова. Самый популярный вид транспорта в районе – это автобус. Он же и единственный наземный. Есть еще лодочное сообщение. А это самый быстрый способ добраться до метро из мола. Фестиваль Сити Мол располагается на заливе. Это большой торговый центр, рядом с которым находится пара пятизвездочных отелей и 40-метровое колесо обозрения. В самом торговом центре есть все необходимое для шопинга. А на его террасе после заката начинается самое интересное – вечернее лазерное шоу. Лазерное шоу поразит воображение людей любых возрастов. Оно даже было занесено в Книгу рекордов Гиннесса, как самое большое. В качестве полотна для видео используется фасад 30-этажного здания. Самое впечатляющее шоу начинается в 8 вечера. В 23.00 развлечения заканчиваются и торговый центр закрывается. Самое время переместиться в хард-роф-кафе. Оно работает до двух ночи. Местная рок-группа очень неплохо держит атмосферу заведения. А еще большой плюс, что посетить его можно всей семьей. Вечернее время в спальных кварталах очень тихо и умиротворенно. На окраине работают маленькие кафе. По незагруженным дорогам изредка проезжают автобусы. Уличная атмосфера буквально настраивает на хороший сон. Это был обзор Фестиваль Сити. Если вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь. С вами был Лысый. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok